Достижения Достижения Пролетающие вундервафли Я и расскажу вам в этом видео Сразу оговорюсь, что я ни в коем случае не собираюсь учить вас на них играть Ютуб уже переполнен, он трещит по швам от всяких гайдиков, руководств, обзоров, геймплеев и вообще просто всего что есть в игре Даже пролетающие пони есть гайд И я уверен, что если завтра улитки введут в игру управляемых игроком котят То уже на следующий день в сети появится руководство пиверажным боям на котятах Ну и конечно гайды по сохранению кинетической энергии котенка при маневре А что собираюсь сделать я? Я расскажу вам об истории создания всех этих вундервафель Чтобы у вас при взгляде вот на это не было вопросов как оно вообще летает И чем надо было упороться, чтобы это придумать В общем секретов нагиба не будет, будет рассказ о тернистых и переплетающихся путях инженеров, авиаторов, военных и политиков Ну а начнем мы с небольшого ликбеза А в авиации наиболее распространены 4 аэродинамические схемы Классическая схема, когда рули и стабилизатор расположены позади крыла Это самая распространенная схема и все современные, например, пассажирские самолеты построены по ней Схема утка отличается от нормальной тем, что горизонтальное оперение находится перед крылом Это создает дополнительную подъемную силу, но приводит к проблемам с устойчивостью на некоторых режимах полета Схема без хвостка вообще не имеет горизонтального оперения Поэтому рули высоты расположены не на нем, а на задней кромке крыла Такая схема уменьшает сопротивление и стабилизирует полет Поэтому распространена у стверхзвуковых самолетов Есть еще летающее крыло, где все потроха самолета находятся не в фюзеляже, а в крыле И вы не поверите, но существуют самолеты без крыльев С несущим фюзеляжем Да, они летали Вот теперь как хотите, так с этим и живите Окей, вот теперь можно начинать А начнем мы с палубного истребителя F-5F Skyrocket Многие из вас наверняка в детстве строили что-то подобное из конструктора Лего Так вот, сумрачные ребята из Грумман Аэрокрафт Инжиниринг сотворили это чудо в 1938 году Вообще, чтобы понимать, как такие самолеты могут появиться на свет, надо знать, через что им приходится перед этим пройти А существуют авиаконструкторские бюро и фирмы, которые занимаются разработкой самолетов Они очень и очень хотят денег Есть еще военные, у которых много денег, но нет самых крутых самолетов Вот тут-то и начинается самое интересное Военным хочется самолет с заданными характеристиками Они запускают конкурс среди фирм И та фирма, у которой получится сделать самолет с максимально похожими характеристиками Получается заказ А заказ это очень много денег Так вот, воякам понадобился очень скороподъемный истребитель-перехвачек Палубный С мощным вооружением И со складывающимся крылом То есть, капризы еще те И оказалось, что достаточно мощных двигателей для достижения требуемой мощности Требуемой скороподъемности просто нет Поэтому поставили два двигателя Кстати, они не просто так стоят, так близко друг к другу Во-первых, это повышало удобство хранения самолета на авианосце в сложенном виде А во-вторых, вертикальное хостовое оперение попадало в воздушный поток от винтов Что повышало его эффективность И вот в конце 1938 года заказчики озадачили разработчиков Потребовав отнастить истребитель противосамолетными бомбами По замыслу вояк Машина должна была быстро занимать позицию выше противников А затем атаковать их не только пушечно-пулеметным огнем Но и бомбами К счастью, от этой идеи отказались Кстати, если вы думаете, что бюрократический маразм Присущ только современной России То вы сильно ошибаетесь А дело в том, что на самолет было установлено дополнительное оборудование Не предусмотрено первоначальной концепцией Общий вес которого составлял 340 кг И это оборудование действительно делало самолет лучше Но по условиям контракта Разработчик должен был платить за неустойку За превышение веса, оговоренного в техническом задании Фирме грозил крупный штраф Так как военные бюрократы предпочитали слепо следовать духу и букве закон В нашем случае договора Нежели по достоинству оценить реальное положение вещей То есть им было все равно, что самолет стал классным Они такие смотрят Вот он тяжелее, платите штраф Ну, вы сами понимаете Так вот, Груман отправила в бюрок документ В котором просила простить ей лишние 317 кг веса Упирая на то, что в результате 20-месячной разработки XF-5F-1 стал более совершенным аэропланом, чем оговаривалось в первоначальном контракте Моряки подумали и простили фирме 88 кг Упирая на то, что превышение свыше 90 может быть допущено лишь с разрешения высшего руководства флота В итоге самолет все-таки полетел Было проведено несколько десятков испытательных полетов, но началась война И принятие на вооружение F-4F фирмы Груман полностью загрузил сборочные линии Поэтому XF-5F стал просто негде производить Морякам он стал не нужен и в 1942 году контракт на этот самолет был расторжен Продолжаем тему ненормальных самолетов с нормальной аэродинамической схемой Встречайте, F-82E Twin Mustang Последний истребитель с поршневым двигателем, заказанный в ВВС США Фирма North American начала разрабатывать самолет еще в 1943 году Когда стало понятно, что после многочасовых полетов Одноместных истребителей над Тихим океаном Их пилоты не то что летать, ходить самостоятельно не могли Поэтому ребята просто взяли P-51 Mustang и присобачили к ним сбоку еще один со вторым пилотом Слева располагался первый пилот В его распоряжении были все приборы для контроля самолета Справа же располагался второй пилот У него были только приборы, необходимые для полета Во второй миру войне Твин Мустанги не успели принять участие И вообще они не должны были задержаться в рядах ВВС Ведь уже поспевали новые реактивные истребители Но вдруг началась Корейская война И Твин Мустанги, базировавшиеся в Японии, стали нужны в бою И уже 27 июня 1950 года F-82G сбил первый в ходе Корейской войны самолет Северокорейский Як-7У Ну вообще есть мнение, что другой F-82 еще раньше сбил северокорейский Як-9 Ну это другая история Итак, в Корее F-82 использовался только как истребитель сопровождения и штурмовик До тех пор, пока ему не пришлось уступить место реактивным истребителям Кстати, в 1947 году Твин Мустанг установил рекорд, не побитый до сих пор Он вылетел с базы на Гавайях и приземлился в Нью-Йорке Это был самый длинный перелет без дозаправки для истребителей с поршневым двигателем F-82 был последним самолетом в моем обзоре Построенным по нормальной аэродинамической схеме Сейчас пойдут настоящие люфтвафли Итак, Кертис Райт XP-55 Ассендер Аэродинамическая схема Утка В 1939 году в ВВС США понадобился истребитель Превосходящий по всем характеристикам существующий Ну как обычно На этот раз заказчик разрешил использовать необычные аэродинамические схемы Поэтому 9 из 13 предложенных вариантов были утками И первые три места помимо XP-55 заняли XP-54 Сувус Гус фирмы Волти И XP-56 Блэк Буллет и Нортруб После того, как ВВС присудили проекту XP-55 второе место С фирмой был заключен контракт Был построен макет и его начали продувать в аэродинамической трубе Его продували и продували более 600 раз Но многое не всегда значит хорошо Результаты продувок были плохими Казалось бы, все пропало Самолет оказался так себе, денег не дадут Но в Кертис Райт решили все равно построить летающую модель В натуральную величину Из стальных труб и дерева Дешево и сердито Воякам внезапно понравилось И они дали денег на постройку трех прототипов Все было зашибись На самолет поставили движок на 1300 лошадей Сбрасывающийся трехлопастной винт Начались испытательные полеты И тут вдруг Асендер вошел в штопор и разбился Но трогать прототипы не стали Мол, ничего страшного, бывает А вот испытания начали подходить к концу Все шло хорошо Но все уже поняли, что будущее за реактивными самолетами И Асендер стал никому не нужен Сейчас последний XP-55 стоит в Национальном музее авиации и космонавтики США в Вашингтоне Вот и подошла к концу первая часть моего исторического обзора Самых необычных самолетов в игре War Thunder Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Чем больше лайков, тем быстрее выйдет вторая часть В которой я расскажу о самых необычных самолетах Японии и Германии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому